На личный прием к губернатору Пензенской области в маркетинговыставочный комплекс производственного объединения «Старт» пришли четверо зареченцев. Пенсионерка Мария Васильевна обратилась к Ивану Белозерцеву с наболевшим вопросом. Женщина не согласна с тарифами на проезд в дачных автобусах. Мы 40 километров до магазина наезжаем. И мы платим также 22 рубля, а мы ездим по городу. 32 рубля. То есть дороговато. Вы считаете, что необоснованно дороговато, да? У нас ездим за 750 останавливаются. Три остановки до поворота, как на чемоданушку. По 750. Затраты на проезд просчитываются. Это заработная плата водителю, на бензин, содержание автобуса, ремонт и так далее. Губернатор поручил руководство администрации Заречного еще раз просчитать экономическую обоснованность тарифов на пассажирские перевозки до Васильевских дач. Многодетная мама Елена Давыдова обратилась к главе региона с квартирным вопросом. Ее семья стоит в социальной очереди на улучшение жилищных условий. Пока же пятеро детей, родители и бабушка вынуждены ютиться в маленькой комнатушке гостиничного типа. Кровату должны были поставить. Я в пятницу была уже в чемоделе. Мне вопросов сказали, что вряд ли я получил в этом году. Пятеро детей – это семью, которую мы можем поддерживать. А если бы вы, например, из общей многодетной очереди, например, как город, это ваше право, выделили, например, там, внеочередное, там, или первоочередное, я не знаю, там, юристы, например, многодетную очередь и потом внесли изменения, например, с 1 января 2017 года. Но для получения социального жилья мужу Елены Давыдовой необходимо официально устроиться на работу. То, что оба супруга должны работать и платить налоги в городскую казну – одно из условий муниципальной программы. Губернатор подчеркнул, что шанс бесплатно получить квартиру есть далеко не у каждой многодетной семьи в Пензенской области. Заречный, отметил глава региона, единственный город в Сурском крае, где ведется строительство социального жилья. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».